Приветствую, дорогие друзья. Благодарю, Игорь. Благодарю, Сергей. Меня слышно нормально? Да, хорошо. Да, Андрей. Благодарю за то, что такое было выступление. И продолжение выступления Сергея. Хочу сказать, о чем я буду говорить. Я хочу затронуть тему коммерческого или кооперативного развития, в чем выгода потребителя, именно потребителя. Потому что сегодня потребительский класс, можно так сказать, обыкновенные люди, разницы нет. Это студенты, дети, предприниматели, работающие, труженики, служащие или бизнесмены, или инвесторы. У всех коммерческий склад ума. Потребительская кооперация, это немножко другой склад ума. И я сейчас покажу разницу некоторую, но хотелось бы донести, я в ближайшее время буду записывать видео курсы по потребительской кооперации, показывать, в чем же выгода именно потребка кооперации для простого человека. Не просто там для предпринимателя, для бизнесмена, для инвестора, а именно для человека. Дальше, кооперативное предпринимательство. Мы с вами рассмотрим, опять же, разницу именно коммерческое предпринимательство и кооперативное предпринимательство. Потребительское общество Евразии, Сергей уже хорошо сказал, я только покажу слайд. И перспективы для частного инвестора, который хотел бы, скажем, сделать вклады в те проекты, которые дадут ему ближайшие 3-5 лет очень большую капитализацию. То есть большой прирост его капитала, то бишь выгоды. Итак, дорогие друзья, давайте с вами посмотрим, в чем же разница. Ну, может быть, здесь люди собрались для того, чтобы получить, ну, к примеру, больше информации о Skyway, больше информации о направлении, когда, ну, там я читал вопросы, мы ответим на вопросы, да, когда быстрее реализуется, и так далее, и так далее. Почему я сейчас показываю именно этот слайд и хотел бы донести до вас эту тему. Дорогие друзья, дело в том, что Skyway и струнные дороги, струнные транспортные системы второго уровня – это новизна. Как сказал Сергей Сибиряков, это шестой технологический уклад. И если мы будем его делать по старой системе, которая была у нас в 20 веке, либо конец 20 века, то ничего у нас не выйдет. И люди, которые должны стать совладельцами данного направления и совладельцами других подобных направлений, они должны обладать мышлением как инвестиционной грамотности, так и потребительского способа мышления, именно потребкой операции. Итак, давайте с вами посмотрим очень интересный момент. Берем, рассматриваем коммерческое развитие. Без разницы кто, труженик, предприниматель, бизнесмен или инвестор, он работает для того и зарабатывает деньги, чтобы получить выгоду. В чем выражается выгода? То есть он получает деньги, за эти деньги он хочет получить высокий уровень жизни. То есть достаток, в котором будет достаточно денег на все, жилье, которое будут устраивать, комфортное жилье, желательно с более низкой платой за коммунальные услуги, либо вообще бесплатные, можно сказать, коммунальные услуги, получить энергию возобновляющую. Далее, иметь автомобиль для того, чтобы передвигаться, путешествовать, достойное образование детей и обеспеченная пенсия. Вот это выгода, это ради этого работает человек. Но что происходит, когда человек попадает в эту систему коммерческого развития? И что мы видим? Реально, да? Человек не получил еще зарплату, труженик, а он должен заплатить уже налоги. Он еще не получил на руки деньги, которые он заработал, но налоги от него отстегнули. Предприниматель, еще не начав работать, он уже должен получить разрешение. Инвестор или бизнесмен, который хочет заняться какой-либо деятельностью, и она лицензируется, ему нужно получить лицензию, ждать несколько месяцев, а может быть даже и лет, и постоянный проверок. Если человек еще занимается какими-либо направлениями, где у него находятся средства, можно так сказать, тех людей, которые хотели бы участвовать в его проекте, как дольщики, то есть долевое участие в бизнесе, то здесь будут постоянные проверки. И что самое интересное на сегодняшний день в мире происходит, особенно последние три года назад, с кем я не общаюсь в финансовом секторе, в инвестиционном секторе, говорит Андрей, это последняя встреча у нас была в ноябре месяце, был финансовый форум в Латвии, в Риге, устраивал один банк. Так вот, говорили многие предприниматели, которые работают в финансовом инвестиционном секторе, это вообще просто с ума сойти. Есть так называемый финмониторинг, я называю это так называемая инквизиция, финансовая инквизиция от Международного валютного фонда, которые, как только ты не играешь по тем правилам, которые они тебе установили, они якобы защищают права вкладчиков, инвесторов, на самом деле никто никакие там права не защищает, потому что когда в Америке дефолт не произошел в 1998 году, они поимели практически 70% пенсионеров, они поимели всех, кого можно было только поиметь, и никакой ответственности за это они не имели, друзья, точно так же в мировой экономике. Но зато они устанавливают такие правила, чтобы не финансировались определенные направления. И вот если человек мыслит вот этими коммерческими мерками, а это, к сожалению, дети сегодня уже мыслят этими мерками, то мы попадаем тогда в состояние коммерческого развития 20 века, прогресса нам не видать. Если же, естественно, реализовать проект Skyway будет гораздо сложнее, вообще все ноу-хау будут гораздо сложнее. И давайте посмотрим с вами, чем же отличается кооперативное развитие. Оно отличается тем, дорогие друзья, что труженик, предприниматель, бизнесмен или инвестор он получает сначала выгоды, он может получить через определенные системы поевого взноса, возврата поевого взноса, он может получить выгоды, то есть высокий уровень жизни. Это и достаток, и жилье, и автомобили, и путешествия, и достойное образование. И когда у него появляется коммерческий мотив, ну, предположим, он получил дом, скажем так, если в системе кооперации, можно так сделать, что он живет в своем собственном доме. Но за это, за это, ему не нужно будет, вот для того, чтобы в коммерческом развитии купить дом, сначала заплати налоги, а потом ты купишь себе жилье. В кооперативном развитии ты можешь уже жить в доме, ездить на автомобиле, путешествовать. И вот если ты уже решил продать этот дом, либо продать акции, к примеру, которые ты инвестировал, скажем, сделал вклад через боевой взнос, через какую-то целевую программу, допустим, тот же Skyway, да, и ты, акции твои выросли в цене, и ты, допустим, сделал вклад в размере, допустим, 100 фунтов, ну, или, допустим, 10 тысяч рублей, или 100 тысяч рублей, а эти акции выросли у тебя в цене через какое-то время на определенное количество, и когда ты их будешь продавать, конечно же, ты должен заплатить налог. Но тоже есть очень интересный момент. Если тебе, предположим, необходим, ну, к примеру, жилье, либо автомобиль, ты через систему потребкой операции можешь эти акции внести как поевой взнос, а возврат поевого взноса в виде автомобиля, а этому, кто продает автомобили, ему захотелось акции, допустим, компании Skyway, и так далее, и так далее. Это, дорогие друзья, означает о том, что как только появляется коммерческий мотив, вот только тогда ты платишь налоги как потребитель. Более того, так как, вот в чем коренное отличие, Сергей уже сказал, я еще раз хочу подчеркнуть, если компания открывается, коммерческая, любая коммерческая компания, ООО, частное предприятие, ЛТД в английском законодательстве, в европейском законодательстве, либо там ЗАО, закрытое акционерное общество, либо открытое акционерное общество, оно без разницы, любое коммерческое предприятие, оно основано, его главная цель это получение прибыли, то есть оно работает для получения прибыли, как таковой. Если ты вдруг не платишь прибыль, и можно на основании законов уходить, скажем так, минимизировать налоговую базу и больше и больше расширять, скажем, свой бизнес, вкладываться больше в бизнес для того, чтобы развивать свой бизнес, расширять свой бизнес, да, это нормально. Но потом ты начинаешь платить, ну просто немереные налоги, если вдруг ты не платишь какие-то налоги, даже все у тебя красиво, все у тебя законно, то приходят к тебе органы и говорят, слушай, ты не плачешь налоги, а ну-ка быстренько заплати налоги. В кооперативном же развитии, дорогие друзья, система кооперации построена на том, что человек, не человек, а общество создается с целью удовлетворения потребностей пайщиков, дорогие друзья. И в первую очередь это не коммерческий проект. То есть посмотрите, в чем особенность. Выгоды получает пайщик такие же, как и в коммерческом развитии, но это не коммерческий проект. И вот здесь, конечно, тяжело переломить суть, и мы сейчас для многих руководителей вводим такое понятие, как обучение потребной операции, для того, чтобы вести разъяснительную работу не только предпринимательскому классу, но еще и людям. Посмотрите, какая же выгода человеку на простом примере булки хлеба. Предположим, вы клиент булки хлеба. Что происходит в коммерческом развитии? То есть фермер или агрофирма, он выращивает пшеницу, он вырастил пшеницу, он продал мельницы, естественно, он заплатил налоги. Мельница сделала муку, она продала муку хлебозаводу, они заплатили налоги. На каждом этапе идет налог. Налог на добавленную стоимость, естественно, потом налог на прибыль и так далее. Магазин, он приобрел у хлебозавода, скажем, хлеб, он накрутил определенный процент, он заплатил налог на добавленную стоимость. Кстати, хочу вам, дорогие друзья, сказать, когда я начинал заниматься кооперативным движением еще в 1986 году, у меня тогда была индивидуальная трудовая деятельность, у меня знакомый открывал кооператив, кооперативное кафе, потом кооперативные дома начали строить и так далее, и так далее. Так вот, дорогие друзья, в чем особенность? Особенность заключается в том, что тогда НДСа не было. НДСа не было до 89-го года, если не ошибаюсь, или до 90-го. А потом, да, до 89-го, кажется. А потом, когда Горбачев в Америку съездил, после этого у нас быстренько ввели НДС 20%, налог на добавленную стоимость, и я просто обалдел. Или 90-й год это был, или 90-й, нет, кажется, 90-й или 89-й год. Так вот, я просто обалдел. Когда не было НДС, развитие и шло просто сумасшедшее. У нас тогда кооперативное движение и шло просто сумасшедшим образом. И появлялись, скажем, новые направления, новые предприниматели и так далее, и так далее. Так вот, на примере булки хлеба мы видим, что здесь налоги увеличиваются, но, скажем, за счет налогов идет увеличение стоимости продукции и самой себестоимости в разы. И вы сейчас увидите, на сколько в разы. Давайте представим теперь, что есть потребительское общество, и клиент этой же булки хлеба, он является пайщиком, и он вносит как по его взнос в виде денег, а возврат по его взнос в виде булки хлеба. Магазин вносит как поевой взнос булку хлеба, а возврат по его взнос в виде денег. Тогда хлебозавод вносит как поевой взнос, скажем, булку хлеба, а магазин получает как возврат по его взнос в виде денег. Мельница вносит как поевой взнос и возврат именно муку в виде денег. Фермер либо агрофирма поевой взнос в виде своей продукции и возврат в виде денег. Какая выгода для нас с вами? Вот на примере булки хлеба она бы стоила в 3-5 раз. Если посчитать еще нефтепродукты участвуют здесь, и перевозка, и производство, которые механизмы делают на каждом этапе производства, а везде есть налоги, 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 то здесь, если подсоединить еще общую вот эту вот сеть и этих производителей, и этих перевозчиков, и производителей нефти и того же бензина, либо электромобилей, это может удешевить булку хлеба как минимум в 10 раз. Как минимум, дорогие друзья. Хочу вам задать вопрос, выгодно ли вам пользоваться товарами, выгодно ли вам пользоваться услугами, которые будут гораздо дешевле? Выгодно ли вам будут приобретать, скажем, или иметь в своем пользовании жилье, которое будет не 2000 долларов квадратный метр, а может быть максимум 100 долларов квадратный метр, а может быть вообще 50 долларов квадратный метр? Выгодно ли вам будет приезжать, к примеру, с Владивостока в Санкт-Петербург, захотели путешествовать в течение суток, проехались по всей России, или с Лондона до Владивостока, или вообще до Токио, в Японию, в течение, допустим, 32 часов, у тебя есть интернет, и тебе это всего обойдется максимум 200 или 300 долларов, а может быть еще и дешевле. Конечно же, нам, как потребителям, в первую очередь это выгодно. Как сказал Сергей Сибиряков, дорогие друзья, что именно потребительство общества Евразия, мы создали это общество именно с этой целью, что мы хотим, чтобы был новый жизнеуклад общественной жизни. И потребить, каким мы видим дальнейшее взаимодействие. Вот что происходит на сегодняшний день сейчас в мире. Есть денежные мешки несколько олигархов, которые говорят, к примеру, вот почему Анатолий Дарзович Юницкий в свое время не мог реализовать технологию свою, почему сейчас я уверен, что он ее реализует. Потому что олигарх говорил, у меня есть деньги, ваша технология ничего не стоит, пока я не дам вам денег. Естественно, разработчик это не устраивает. Я очень рад к тому, что в свое время Анатолий Дарзович не повелся на какие-либо интересные предложения, где у него был бы один хозяин, а он бы потом работал на зарплату. Это очень здорово. Сегодня огромное количество разработок, дорогие друзья, которые помогают, скажем, сегодня могут помочь человеку, и с помощью потребкооперации, и еще интернет-технологиям, эта технология может быть очень быстро внедрена. Так вот, дорогие друзья, естественно, неправильный тот подход, что разработчик может сказать, вот у меня есть технология, я крутой такой вообще парень, а вы мне плывайте платите деньги. Это тоже неправильно. Должно быть 50 на 50. Должна быть такая сильная вещь, при которой потребители, мы как потребители краудинвестинга, то есть народного финансирования, народного вклада, народного инвестирования по целевым программам, мы готовы реализовать этот проект, но мы хотим, чтобы и разработчик, он тоже был достойным, чтобы он понимал, что мы партнеры полноправны, потому что у него нет денег, а у нас есть деньги, мы эти деньги даем, и тогда, пожалуйста, должна быть определенная там отчетность, должно быть определенное направление, скажем, взаимодействия со своими вкладчиками, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, дорогие друзья, мы предвидим, что потребительские общества будут формировать технологический прорыв, естественно, это будет равно прогресс, прогресс в финансовом направлении, прогресс в экономическом направлении, потому что к шестому технологическому укладу мы не подойдем, если потребительские общества, то есть мы потребители, не скажем, что нам это нужно. Именно поэтому мы проводим сегодня и социологические исследования. У нас есть некоторые социологические исследования, которые мы проводим и в онлайне, и в оффлайне. И сегодня у нас открылся полцентр, который работает именно в этом направлении, работая с первичным рынком, где обзванивают людей и спрашивают, хотели бы вы получить один гектарь земли, а хотели бы вы задать вопросы. И те люди, которые готовы участвовать, мы потом даем им очень интересные подарки и эксклюзивные предложения. Так вот, вы уже видели этот слайд, я повторюсь, главная цель по Евразии – удовлетворение потребностей пайщиков. Это главная цель любого потребительского общества – удовлетворение потребностей пайщиков. Мы же ставим приоритетно для себя. Какие удовлетворения? Это чтобы наш пайщик жил в процветании, в достатке, в комфортных условиях, иметь постоянную выгоду, жить в прекрасных местах, передвигаться на больших скоростях, как индивидуально, так и общественно. Путешествие без границ, великолепное обеспеченное будущее. И здесь мы видим такой момент, что будущее обеспеченное может быть тогда, когда богатые люди будут очень заинтересованы в том, чтобы не было бедных людей, чтобы люди богатые становились богатыми, а богатые еще богаче. Вот этот уклад, новый жизнеуклад, хотим мы или не хотим, он приходит к нам вместе с шестом технологическим укладом, как новая экономическая эволюция мира, дорогие друзья. И вот если опять же говорить о ПО Евразии, то мы какие направления сегодня уже развиваем и будем развивать ближайшие направления, которые нам очень интересны для нового жизнеуклада. Это транспортные системы второго уровня, это естественно строительство линейных городов, родовых поместьев, восполняющие энергии. То есть представьте себе вот сегодня из технологии, когда ты можешь, вот у меня Михаил Ширинкин, один из наших руководителей направления очень интересного сегодня, он как служба поддержки, но еще и направление развития именно агронаправлений. Так вот, дорогие друзья, показывал мне на Алтае земли, да, так вот сегодня с восполняющей энергией существуют такие технологии, где ты построил себе дом, к примеру, на Алтае. Тебе не нужна электроэнергию тянуть, ты сделал, если это Сибирь, Дальний Восток, значит можно из недр земли делать сразу же электроэнергию и она будет отапливать твой дом. А если это солнечные места, допустим тропики, субтропики, где есть солнце, это можно те же солнечные батареи, но это все гораздо-гораздо дешевле, вы один раз, скажем, сделали это и вам не нужно потом платить ежемесячно, еженедельно, у вас кто-то отключил свет, кто-то отключил газ. Та же канализационная система сегодня существует, сегодня существуют технологии, где из мусора может преобразовываться энергия кондиционирования, энергия тепла, энергия нагрева воды и так далее, и так далее. Далее же, плавающие эстетические города, сегодня уже существуют проекты подводных сферических городов, плавающих городов, вот здесь интересная такая фотография. Это в первую очередь направленность на экотехнологии, чтобы наши родовые поместья, линейные города, которые мы хотим, чтобы они были, они были именно связаны с экотехнологией. Потому что вот этот индустриальный 20 век, он напрочь убил экологию Земли, и наша задача с вами, это сегодня дать нашей матушке Земле, скажем, такую возможность, чтобы она могла самоочиститься. Потому что наша Земля, как планета, как человеческий организм, если ему дать все, что нужно, он будет сам самоочищаться, восстанавливаться, повышать иммунитет и так далее, и так далее. Только нужно помогать немножко нашей, как говорится, матушке Земли. Естественно, это направление эко-смарт-технологии, эко-строительства, применяя роботосистемы, потому что сегодня уже, дорогие друзья, и кто смотрел фильм проектов Венера, огромное количество роботосистем. Вот, ну, простой пример приведу, Сергей Сибиряков говорил, что есть один из разработчиков, который делает робот, он посмотрел наш проект и сказал, что я сделаю вам два или три робота, которые будут вам, скажем, делать ваш рельс со скоростью 200 метров, если не ошибаюсь, либо в минуту, либо за пять минут. Вот Сергей Сибиряков повторится еще, да, это будут делать роботосистемы. Как мы сделаем 10-15 миллионов километров дорог за ближайшие 15-20 лет именно с помощью роботосистем? Че же роботосистемы могут строить сегодня через 3D-принтеры жилища? Сегодня это уже есть технологии, они доказаны уже, они существуют, но их невозможно не применить, потому что в современном мире, где существует коммерческий интерес, дорогие друзья, там невозможно это получить, никому не выгодно что-то было, чтобы было дешевле. Хотя мы, как потребители, потом потребляем электроэнергию и потребляем те машины, которые нам продают, даже тот автомобиль Тесла, 50 тысяч долларов. Да не стоит он найти денег, максимум красная цена должна быть 10 тысяч долларов, а то и то меньше, да, но тем не менее, люди покупают, и тем не менее, и существует коммерческий интерес. Вот когда начнет постепенно общество переходить в потребительское кооперацию, в потребительское мышление, дорогие друзья, мы сможем это с вами все получить. И я очень рад тому, что в России именно принят этот закон по получению одного гектара земли. Ни в одной стране мира пока еще этого нет. Россия сегодня претендует. Вы знаете, у меня даже, вот Сергей Сибиряков, я говорил, вы знаете, ну не хотят, скажем, россияне переезжать, ну без проблем. Я был в Индии, там миллиард 200 человек живет, и с помощью потребкой операции они смогут приезжать, работать у нас, смогут получать постепенно гражданство, да, и таким образом, а знаете, как индусы говорят, русские это старший брат. Они любят очень русских, потому что в свое время, когда Англия не хотела выходить, уходить из Индии, именно Советский Союз в лице тогда Никиты Хрущева, кажется, сказал, ребята, либо наши индусы это наши братья, да, мы за них заступимся. Именно Советский Союз повлиял на то, чтобы именно англичане вышли из Индии, да, и поэтому они нас уважают. Поэтому, ну не хотят россияне, значит, можно подключать другие братские такие, скажем, страны, которые нас ценят и уважают. Но тем не менее, мы можем сделать с помощью потребкой операции, дорогие друзья, абсолютно введение новых технологий, новых городов, где в наших линейных городах, я уверен, в ближайшие 10-15 лет, скажем, капитализация вложенных средств будет намного выше, чем вы видели Джобса, Алибабы, Майкрософта и так далее. А второй момент, это чистая вода и продукты питания. Не второй момент, а один из важнейших. И сегодня мы разрабатываем программу сибирского холода, дорогие друзья, ведем переговоры на эту тему. Но, естественно, эта технология может быть только тогда введена, когда будут дороги второго уровня, и мы над этим очень активно работаем для того, чтобы как можно быстрее внедрить эту технологию, естественно, в жизнь. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, что потребительское мышление нужно развивать в себе, нужно нести в массы другим вашим знакомым. Вот задайте вопрос своим знакомым, 10 людям. Ты хотел бы, вот то, что я привел, да, сегодня уже говорил, лучше жить, лучше путешествовать, жить в достатке, чтобы твой уровень жизни только вырос, у тебя были выгоды очень большие, и при этом, при этом ты бы жил в радости, гармонии, счастье и занимался любимым делом. Я вам скажу, огромное количество людей скажут, что да, они хотели бы. Вот именно потребка операции, потребительские общества, они могут именно помочь каждому человеку, и нам в том числе, всем реализовать эти проекты, о которых я сейчас только рассказал. Поэтому, дорогие друзья, вот чтобы еще детально посмотреть при новой экономической эволюции мира, примеры долевого участия, почему это намного выгоднее именно все направления предпринимательства переводить именно в потребительскую кооперацию. Посмотрите, есть какой-то работающий бизнес, для расширения бизнеса с целью получения прибыли, что делает, либо идет к крупному инвестору, либо идет в банк, но либо банк, либо крупные инвесторы, они могут красиво развести и забрать бизнес. Вот сегодня новость смотрел в России, кажется, РТР, так вот, оказывается, огромное количество россиян, которые сегодня от своей зарплаты платят 70% на кредиты. Дорогие друзья, представляете, это 70%, хотя, по сути, не более 35%, а мы, как академия частного инвестора, рекомендуем, если ты залазишь в кредиты, от своего дохода, опять же, пассивного дохода мы обучаем людей, ты можешь 20%, чтобы от твоего пассивного дохода в месяц ты мог платить. Но сегодня 70%, а огромное количество россиян, они, к сожалению, не сказали, какой процент, но я думаю, что на процентов 30-40 россиян, они платят 70% от своего дохода на поршение кредит. Знаете, как это называется? Называется уже рабство, финансовое только рабство. Потому что, когда ты начинаешь платить более 50% от того, что ты зарабатываешь, тебе уже работать не хочется. И как рабы в Америке, когда была борьба с рабством, они ломали инструменты, они не хотели работать, и это, естественно, на экономику очень сильно отражается. Поэтому, дорогие друзья, если бы это было потребкой операции, этого бы не существовало. И вот если инвестор, к примеру, обращается через программу народного финансирования, через целевую программу потребительское общество, и это же потребительское общество является потребителем, предприниматель гарантированно уходит от конкуренции, давая часть прибыли кому? Пайщику. То есть пайщик может быть и потребителем, и вкладчиком того направления, инвестором того направления, который он хотел бы, чтобы это развивалось, дорогие друзья. Естественно, тот процент пропорционально вложен средствам в бизнес направлении. Это один из таких небольших примеров. Еще один из примеров. Существуют целевые программы народного финансирования, краудинвести. Через независимый орган контроля организации, инвестиционных процессов, краудинвестинговые платформы можно финансировать любые направления. И это в потребкой операции очень сильно отражено. Что любой сектор, научно-производственный, сельскохозяйственный, строительный, сектор недвижимости, образовательный сектор, сектор обслуживания, то есть любое направление через прямые инвестиции, именно в целевые программы появляется возможность именно по потребке операций инвестировать. И здесь выгода именно для пайщика, для потребителя гораздо выше, чем через инвестиционные фонды, либо через инвестиционные направления. И вот, дорогие друзья, если взять опять же целевую программу именно в жилищно-транспортном секторе, то есть целевые программы это называется потребительском обществе, народное инвестирование, это обыденное такое русское слово, краудинвестинг, это такое английское переводится, краудинвестинг. Так вот, участие в строительстве высокоскоростной транспортной системы второго уровня и нового жилья в 250 метров квадратных, возможно быть пайщиком, акционером, получать дивиденды после запуска проекта и участие в росте компании, в росте вашей доли и продаже части доли после IPO. Так как данный вид транспорта, дорогие друзья, и дешевое жилье необходимо 80% населения, это значит постоянный рост акций, дивидендов, вашей выгоды. То есть вы реально получаете выгоду, потому что ваши акции, то есть ваша доля в компании, она может расти с расширением рынка, и ваша доходность именно как дивиденды потом тоже могут расти. Естественно, потом, конечно же, нужно будет платить налоги, когда вы получаете коммерческий интерес, дорогие друзья. А от этого никуда не уйти. Так вот, дорогие друзья, сегодня, именно как создался есть прикол, мы как ProEvrazia и Transnet Group, сегодня открыты уже три компании, RusTransnet, Global Transnet UK в Англии и УкрТранснет в Украине, RusTransnet в России. Мы сегодня уже предварительно заключили протоколы намерений, именно участия в адресных проектах, инициирование адресных проектов в России, и в Украине, и в Европе. И огромная наша большая цель, вот в конце этого месяца у нас появится уже сайт по Евразии, и любой желающий сможет в личном кабинете поставить галочку, подписать потом заявление и стать пайщиком. И вы сможете увидеть так называемый Transnet Group, портал Transnet Group, который будет предлагать вам уникальные возможности, которых, ну скажем, я сразу хочу сказать, что в интернете подобного еще никогда не было, и вообще в оффлайне подобных предложений никогда еще не было. Поэтому дождитесь до 20-го числа для того, чтобы понять, какие направления и какие возможности вас ожидают в ближайшие, допустим, 3-4-5 месяцев. И, дорогие друзья, хочу напомнить, что, ну об этом скажет еще Игорь Хальзов, но я хочу сказать, что у нас будет первая годовщина с КВ Инвест Групп Эвенти, и с 10 по 12 октября мы будем встречаться с теми людьми, которые приедут в Москву, потому что мы планируем, что нас будет от 1,5 до 2,5 тысяч человек, это будут наши уже пайщики, инвесторы, те люди, которыми будем подводить итоги за год, будем планировать следующие 3 года, то есть очень интересная будет встреча. Я хочу всех пригласить вас, естественно, стать участником наших целевых программ, и хочу сказать, что, дорогие друзья, ваше будущее только в ваших руках.